знаете про есть места писания которые ну как бы оправдывают ложь была такая раф блудница которая жила в ерехоне она спрятала разведчиков израильских и когда пришли искать она обманула солдат сказала они ушли там уже далеко они на самом деле были спрятаны на крыше и за это бог ее вознаградил она осталась жива после взятия ерехоны ее рот остался и даже вошел в библейскую родословную вот этой блуднице интересно не правда ли и конечно же возникает вопрос значит можно врать но я вам скажу что в писании вот противовес этому случаю содержится столько мест которые говорят они правда которые говорят о лжи в негативном плане что конечно все вот эти места писания перевешивают вот этот случай потому что это возможно небольшой и частный случай который случился в экстремальной ситуации такие ситуации были во время гонений евреев фашистской германии когда какая-то французская семья или немецкая семья прятала у себя евреев и точно также приходили к ним солдаты и говорили если у вас там евреи они горели нет они же врали получается и в данном случае они обманывали но это послужило во спасение то есть если спросить правильно они поступили или нет или надо было им сказать вот у меня тут в подвале сидят пожалуйста берите я же честный человек то есть мы бы посчитали что он предатель на самом деле и вот в данном случае в этих частных случаях это можно оправдать но такие случаи очень редки это экстремальная на грани жизни и смерти в большинстве случаев люди просто врут для того чтобы защитить как бы себя свою точку зрения или выставить себя более выгодном свете и вот всю эту ложь библия называет неправдой и что вот такая неправда вся вот эта неправда она дьявол потому что он первый лжец и он является отцом лжи вот и поэтому если бывает выгодно тебе соврать чтобы избежать неприятных последствий знай что ты в этот момент становишься на сторону зла и лучше пострадать иногда за правду чем быть лжецом и знаете ложь она начинается с каких-то маленьких вещей я скажу я встречался с людьми которые патологические вруны он настолько привык врать что даже на простой вопрос он не может правду ответить он запутался просто в этом же и вот а все это начинается с маленьких с маленьких с маленького обмана с маленького уже поэтому держитесь подальше от этого говорите правду даже если это вам не выгодно даже если вам попадет за это от начальства но будущем это принесет большие дивиденды потому что репутация честного человека дорого стоит и за это стоит иногда платить а